приветствую вас друзья на канале про липату с вами его основатель сергей гусев господин декоратор то бишь да вот сегодняшнее видео я посвящаю бракоделам наши с ними взаимосвязи на стройках жизни и так далее к сожалению вы 2020 год на дворе но они до сих пор есть причем сталкиваюсь впервые потому что настолько сделать некачественные недобросовестно стены сильно дорого стоит потому что последствия таких бракодеяний придется устранять полностью полностью вот ну и перед тем как мы посмотрим видео которое я для вас приготовил я напоминаю и прошу подписаться поставить этому видео лайк если вам интересна эта тема бракоделы настройки подписываемся делимся с друзьями вот и все такое поехали смотрим приятного просмотра итак друзья смотрим видео и я буду понемножку комментировать поехали первый кадр и вы сразу же берете за голову и уходи и ахайте потому что вы видите как легко снимается со стены хороший слой дорогой дорогой штукатурки вот так вот она снимается шпателечком очень легко как намоченные обои это не обои друзья это дорогая штукатурка декоративная на основе гашеной извести которую я нанес как и положено на два слоя грунта первый слой грунта был глубокого проникновения второй слой грунта был специальный грунт с наполнителем кварцевым кварц грунтом как хотите его называйте их много разновидностей можно всегда это при желании узнать что да как и вот смотрите что происходит со стеной которую я покрыл уже слоем декоративным вот смотрите какая веселуха да и теперь самый главный вопрос почему же так произошло и вообще зачем я это делаю вот и теперь потихонечку давайте разбираться для начала я хотел бы сделать все таки видео интерактивным и для всех будет такой вопрос как вы думаете что это такое сейчас напишите в комментариях почему это произошло и почему это происходит вот смотрите я пытаюсь ее гладить видно да чипателем прохожу по ней и она просто слезает как будто будто творог с масла вот пишите в комментариях ваши мысли как вы думаете почему это происходит давайте возьмем за условия задачи что грунтовка первая и вторая качественная нанесена с зазором по времени нанесена с зазором по времени вот давайте подумаем есть у вас варианты напишите мне в комментариях какие варианты есть почему отслаивается вот таким образом легко штукатурка стены свежие при том условии что грунтовка первая была нанесена за 8 часов до второго слоя второй слой был нанесен потом это все просохло достаточное количество до те же восемь часов и потом я начал наносить собственного этот слой штукатурки при нанесении он наносится нормально но проходит буквально несколько минут видите да он еще мокрый этот слой вот он падает просто буквально через несколько минут когда начинаешь приглаживать но все наверное знают эту технику аля травертину да когда наносишь слой извести потом его ёршишь чем-нибудь чем он там удобно и потом приглаживаешь вот когда я начал приглаживать она начала просто отслаиваться и вот посмотрите практически вся стена покрытая штукатурка это маленькая стена хорошо что мы нанесли небольшую стенку сразу не кинулись на большую это прям небольшой под при стенах такой как ну вот он смотрите весь практически сейчас будет на полу его очень просто и легко удаляю со стены вот смотрите что происходит какие варианты грунтовка качественная все хорошо свеженькая делался объект в теплое время года то есть промерзания там грунта или что-то еще не не было поэтому этот метаться вариант вот вариант другой давайте подумаем какой пишите в комментариях друзья коллеги какие у вас есть варианты почему так происходит есть на стене подсказки даже есть они вот при на этом видео даже сейчас вот на этом фрагменте уже было было подсказка как вы думаете что это почему так происходит дорогая штукатурка и практически вся оказывается на полу на полу его теперь смотрите что я делаю видите я шпателем подрезаю слой шпаклевки смотрите видите что происходит то есть я просто шпателем вожу по стеночке не сильно надавливая и она она мелется она сыпется но наверное уже все уже по не поняли да чтоб что происходит но мастера я думаю догадались что это такое почему так произошло все это естественно из-за абсолютного непрофессионализма во первых во вторых безответственности и безалаберности стену надо было подготавливать как положено стена это бетона да значит чтобы на эту стену положить штукатурку нужно ее обработать либо кварц грунтом либо бетона контактом ну либо каким-то еще бетона адгезивом правильно но в этом случае это не было сделано это абсолютно точно и вы сейчас в этом убедитесь дальше на видео я покажу то есть здесь на лицо явно не небрежение вообще всем технологиям вот такими вот пластик пластами красивыми падает штукатурочка да так вот так вот она красиво эти красивое видео получилось да 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 вот мы вернемся значит к нарушению технологии технология в чем для чего нужен бетоноконтакт бетоноконтакт используется для тех случаях когда нужно бетон склеить с гипсом гипсовой штукатурки но с тем же ротбандом гольбандом и другими аналогами именно бетоноконтакт обеспечивает наилучшую адгезию для бетона и гипсом потому что если положить просто гипсовую штукатурку на бетон она держаться за него не будет вот так вот и весь всю стену я и собственно чистил на пол о о чем я в принципе сообщил сразу же заказчику через человека через менеджера вот они конечно были уже все говори зачем ты снимаешь а я им сказал что если бы я не снял вот так то скорее всего вы пришли у вас она была бы кусками на либо на полу либо на стене вздулась просто это было бы гораздо неприятней вот и мне пришлось бы перри приезжать и что-то там оправдываться и чинить там ремонтировать и так далее но здесь я сразу сказал и обозначил момент что штукатурка слезает она не держится за стенку значит нет адгезии адгезии нет почему потому что не было соблюдены технологии не было соблюдения технологий еще один вариант конечно же это если если человек который подготавливал стену использовал либо протухший либо перемороженный грунт грунт идти в грунт они мне сказать как они сказали они использовали там те грунт вот но если идти в грунтом пройти бетон и потом по нему начать шпаклевать ничего не получится не прилипнет он не прилипнет потому что бетон не любит гипсовых штукатурок да и полимерных тоже без вот этого как раз адгезионного слоя видите когда до линии там линия уже покраска там просто покрасили отбивочка вот вся эта штукатурка теперь лежит видно на полу и отдыхает конечно без скандала не обошлось потому что заказчик естественно был шоке и он конечно не ожидал что так получится и попытался даже как-то скинуть это брак на меня но ребята извините опыта у меня достаточно и я тут как на меня залезет так и следите здесь мои вины нету сами видите что происходит вот это свежий слой вот я его подрезал и он вот таким вот пластами спокойно держится что бы было если бы я его не снимал да очень просто он бы просто взбух как обои вот когда клеишь и сквозняк запустил случайного там они висят воду такими штуками не висят вот если бы я оставил мне пришлось бы потом оправдываться приезжать там на что-то ремонтировать или на или просто ссориться и ругаться там но я сказал вот что происходит сейчас и вы вот сейчас на этом видео на вот этом фрагменте вы видите черные пятна видите их видно это не перетертая шпаклевка это бетон вот это как раз и в углу видите в серые пятна вот это бетон он там просвечивается то есть вот именно по вот этому месту я я и понял что скорее всего там просто нет ну просто бетон покрыли грунтовкой глубокого проникновения тип грунт и нанесли на нее слой шпаклевки очень тонкий там какой-то вообще незрачный вот шпаклевка возможно было бракованное вот если актив грунту как бы вопросов может быть и нет то вот шпаклевка там скорее всего оставляет желать лучшего и возможно она была бракована или да и в принципе она бы может быть и если бы была хорошая чисто она не прилипла вот на этом акцент она бы не прилипла потому что не прилипает она на бетон вот что и произошло и мы видим как раз вот это безобразие такие вот дела друзья и теперь я бракодилов 2020 год видео полно у всех смартфоны у всех огромные экраны все могут залезть в интернет и там посмотреть как все делается ну разве это трудно дать вообще ну это я не знаю да просто залазишь интернет как оштукатурить бетонную стену и тебе куча видео что и зачем и как почему технология и так далее ну и здесь вот безалаберности безответственность вообще мастера ну как я выяснил как я выяснил потом что эту стенку подготавливал и вообще эти стенки все подготавливал не мастер а его ученик как который по каким-то причинам взялся за это дело потому что мастер уехал и надо было срочно и этот ученик в общем все за мастер сделал мастер об этом даже не знал но он сделал и в общем такая билиберда оправдание какие-то оправдания и в итоге заказчик конечно же на наш это все хоть и хоть и хотел повесить но тут как как бы ребят вот как есть вот такие вот ребята дела были на объекте но я думаю что у многих такое могло приключиться если приключилась напишите в комментариях как какой из этого выходили как вы определили все это получился получались ли у вас конфликты из-за этой темы или вы могли от этого как-то уйти и так далее и так далее напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу насчет этих бракоделов можете вылить тонну ярости там как и как я еще расставал когда это у меня случилось пишите пишите интересно будет ваше мнение послушать интересно будет услышать мнение специалистов черновой и чистовой отделки как вы думаете что по послужило что послужило причиной для этого напишите посмотрим сравним наши данные вот вот смотрите явно видно вот это слой тонкий то есть тонкий слой шпаклевки который был положен на на бетон видите да это бетон тонкий слой шпаклевки лежит просто на бетоне вот он вот он просто отслаивается как как будто и вообще его там не было как масло скатывается с бетонной вот то есть если ковырнуть ковырнуть просто его поглубже то это шпаклевка но я просто венецианским шпателем не хотел себе его портить и поэтому я не счищал его до конца вот они его даже вот вид и не видно да смотрите его счищаю спокойно счищается вот этот слой это шпаклевки он просто слезает как будто это творог ну вот так вот момент до штроба было ее походу просто закинули гипсом там вот она осталась она даже его здесь и видите и даже и даже не зашпаклевали здесь никакой сетки нет и даже не спать не зашпаклевали толком ее просто вот как-то вот оставили вот так все вот и роды родбандом похоже закинулись даже даже ротбанд просто счищается спокойно вы попробуйте ротбанд в обычном состоянии вот такой счистить не получится ничего а родбанд он даже с этого отверстия для провода ли там для чего для с этой штабы он просто слезать вот так что друзья давайте очень интересно будет послушать ваши мнения специалистов мнения ваши гневные может быть какие-то комментарии возможно почитаю главное давайте так сразу ребят на моем канале пожалуйста не переходите на личности есть претензии да как у нас один тут есть товарищ начал какие-то претензии предъявлять именно мне именно именно к личности мои канал не про меня проработал и все что с ней связано вот так что давайте обсуждать именно это хорошо договорились давайте соблюдать вежливость и так далее вот я этому товарищу уже сделал предупреждение и вас хочу предостеречь просто давайте соблюдать вежливость и корректность про работу вот говорите все что есть вот все что вы думаете об этой работе пишите это бракодельство полное бракодельство так она и называется никакого мастерства это бракодельство все жду вас к ваших комментариях друзья не забываем подписываться на канал ставить лайк колокольчик поделиться с другом моего может быть даже мнение здесь увидим герой мастерства